Добрый всем день! Сегодня у нас 2 февраля 2023 года, Харьков. Я продолжаю свой видеодневник. И сегодня у нас такая пасмурная погода, сырая, идёт снег, но он тут же тает, к сожалению. Снегом нам не удастся насладиться по полной, на санках, на горках. Всё равно всё тает, потому что плюсовая температура. Она ночью минусовая, потом плюсовая, бывает тоже минусовая. Ну, в общем, такая зима аномальная. Ну, что поделаешь, ещё у нас столько зим впереди, мирных, со снегом, с санями. Ладно. Так, что касаемо обстановки со светом. Это очень интересная тема. И смотрите, у меня сейчас свет есть. Но я знаю, что где-то его отключают больше, где-то его отключают меньше. И это очень странная на самом деле ситуация. Напишите, пожалуйста, люди, кто, у кого, как отключают свет. В разных областях, в разных городах, у кого какие графики отключения. Потому что это очень странно. На самом деле я видела такую вещь, что в некоторых областях, по-моему, Киевская, ещё какой-то области, не помню. То есть по их области Облэнерго получает очень большой штраф. Из-за того, что они не соблюдали графики отключения электроэнергии. И у них, из-за них, из-за того, что они не отключали у себя, своим гражданам в этой области, в других областях, в других городах были очень большие, что-то у меня с камерой происходит, очень большие отключения. Люди сидели без света практически сутками и даже не могли подзарядить мобильные телефоны. Ну, почему-то происходит это на самом деле странно. Это как-то должно регулироваться, следить кто-то за этим должен, где какие отключения. Но вот так вот происходило, к сожалению. Сейчас вода у нас есть, отопление есть. Всё более-менее хорошо, слава богу. Так, я почитала ваши комментарии. И очень, первый комментарий, который попался мне на глаза, рассмешил меня просто, да, пишет женщина. Я, видно, посмотрела мои предыдущие видео и, основываясь на этом, сделала такой вот вывод. А что это за контейнера, за которые вы платите? Я не могу понять, что это у вас за свой контейнер. У нас контейнер, это контейнер для мусора, мусорный бак. У вас что, свои мусорные баки? Вы там что делаете? Ну, в общем, это, на самом деле, может быть, я немножко перефразировала, но это было очень смешно, потому что, нет, это не мусорный бак. Это такой металлический контейнер, по-моему, пятитонник, если я не ошибаюсь, он с такими дверцами. Что, зайка? Что там случилось? Ням-ням! Ням-ням ты хочешь? Сейчас будем кушать. Банан будешь? Ням! А что ты будешь? Печенье там лежит. Ну, сейчас я видео доснимаю, приду тебя кормить. Давай, секундочку, надо подождать две минуточки, я уже договорю. Так вот, этот контейнер, и, в принципе, такие контейнера есть по всему миру. Они используются под склады, используются... А, кстати, вот насчет складов. Может быть, кто-то видел раньше по Discovery, была такая передача. У меня сейчас почему-то Discovery слетели, надо, наверное, позвать настройщика. Либо в моем регионе... Сейчас будем кушать. Либо в моем регионе что-то... Сейчас... Так, Амиран сбил меня с мысли, но ничего, сейчас я быстро досниму, мы идем кушать. Либо в моем регионе что-то случилось. Раньше была такая передача по Discovery про контейнеры, брошенные, за которыми уже их распродавали на аукционах. Давай, я тебя включу. Помаши всем зрителям. Привет. Нет, не помашешь? Ням-ням. А привет скажешь зрителям? Ням-ням. Сейчас будет ням-ням. Ням. Надо говорить, хочу есть. Хочу. 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 Хочу есть говорит, но все равно говорит ням-ням. И, Амиранчик, у меня здесь, понимаешь, на фоне этого нельзя включать мультик. У меня будут авторские права. В общем, пришлось нам отвлечься. Мы пошли покушали пюре из чернослива. Такое вкусненькое. И все-все хорошо. Вы видите, подходят ням-ням. Но это вот к вопросу, как говорит Амиран. Он просто не хочет говорить. Когда я сказала, скажи, хочу есть, хочу есть. Хочу пить. Все прекрасно говорится. Но не хочет. И, кстати, вот мы, я немножко отвлеклась от того, что говорила. Ну, простите. Вспомнила, вчера ходили на прогулку. И вообще в последние дни, когда мы ходим на прогулку, в основном мы гуляем сами. Но когда мы приходим куда-то на детскую площадку, там есть детки. Конечно, особенно старшие мальчики бегают друг с другом. Он там лет по 7, по 8, по 9. И он сразу же бежит за ними, пытается с ними общаться. Но, естественно, им с ним неинтересно. Ну, это уже вопрос десятый. Но, если бы сейчас работали садики, то Амиран был бы, конечно, счастлив находиться в среде, в детской среде таких же деток. И я уверена, что там бы он заговорил за 1-2 дня. А здесь, конечно, из-за того, что нет детей его возраста, в его окружении, он ни с кем не общается с детками такого возраста, к сожалению. Итак, вернемся к этим контейнерам. Эти контейнера, кто-то может быть смотрел передачу, где контейнера, по-моему, в США, может быть не только, распродаются на аукционах, брошенные, забытые. И потом неизвестно, какое содержимое. Иногда содержимое просто поражает, там находят какие-то шедевры, дорогие вещи и так далее. И люди либо, ну, люди играют как в рулетку. Вот они покупают, допустим, там, за энную сумму денег этот контейнер. Он либо окупается и еще дает прибыль, либо они просто в пустую потратили деньги, а контейнер был наполнен хламом. Поэтому, что эти контейнера, они, ну, везде есть и в любой стране. И ничего такого удивительного, я думаю, с мусорными баками ассоциации больше не будет. Меня это, конечно, очень сильно посмешило. А еще был такой комментарий, человек мне сегодня написал. Татьяна, сегодня 2 февраля, день омоложения. Я не совсем поняла, что такое идет. У меня почему-то сразу всплыла картинка из конька-горбунка, когда царь, чтобы омолодиться, прыгал в молоко кипяченое, в воду студеную и так далее. В воду студеную, по-моему, ему уже не удалось прыгнуть. Но потом я погуглила, посмотрела, что же такое 2 февраля. И действительно, сегодня день восстановления. Это будет, по-моему, до завтрашнего дня, вот практически сутки. В общем, сейчас уже займитесь своим здоровьем. Восстановиться можно, оздоровиться и потратить время с пользой для собственного здоровья и красоты. Вот так вот это примерно выглядело. Так, что мне еще? А, еще были, ну, вчера у меня был опять такой вопрос. Я ответила на него в комментариях и периодически отвечаю на него в комментариях. Я устаю отвечать на этот вопрос. Еще раз скажу в видео. Вот человек написал, почему у тебя нет кнопки спонсорства? Ты не знаешь, как это включать? Я знаю, как включать кнопку спонсорства. Всех удивляет, почему же у всех блогеров это стоит, а у меня не стоит. Ну, вот так вот я пока что решила. И если есть такое желание, кому-то нужна кнопка спонсорства, под видео просто есть ссылка на донат и реквизит счета. Я не вижу смысла утыкивать в каждом углу своего канала еще кнопку спонсорства. Ну, к чему это? Это вообще, мне кажется, будет каким-то бредом просто. Не хочу. Не хочу я пока никаких кнопок спонсорства. Как есть, так есть. Я вообще считаю, кто хочет что-то скинуть, тот это делает и так, находит пути. Зачем эта кнопка? Еще по поводу имен детей. Почему постоянно такой вопрос? Я уже просила, пожалуйста, пересмотрите предыдущее видео. Эти все ответы есть. Почему Амирана называемая Амиранда? Потому что он Амиран. Почему Нора это Нора? Потому что Нора. У них грузинское происхождение, грузинские фамилии. Все подходит. Имя под фамилию, под отчество. Все идеально сочетается. И почему так? Почему столько вопросов? У меня тоже очень много вопросов. Почему столько вопросов? Сегодня, надеюсь, еще снять второе видео. Если у меня хватит сил, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Если вам не тяжело, хотите просмотреть через VPN, буду вам премного благодарна. Тогда мне удастся что-то заработать с просмотром. Всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните главное, что все войны все равно заканчиваются миром.